Итак, дорогие друзья, ко всем курсам начал раздел Matplotlib. Наверное, каждый мечтает визуализировать сайт. Почему еще Matplotlib? Потому что, допустим, другие библиотеки Skip.i, куда входит, например, та же Pandas, Kittleron и другие, они привлекают для этой работы Matplotlib, то есть библиотека визуализации. Поэтому с нее и начал рассмотрение. Конечно же, что еще будем делать, это довольно много уроков у нас есть по Django. Где все по шагам, да, когда иногда люди говорят, ой, непонятно, а что есть непонятного, иди по шагам и все. Поэтому в этом кабинете также сделал все по шагам. Первый пункт это установка, мы работаем с определенными пакетами. И с второго пункта мы пошли работать уже с Matplotlib. По сути дела, минимальные знания Python, так как, опять же, объясняю совершенно с нуля, мы начали работать с модулем Pyplot, работая в нами знакомой среде PyCharm. Значит, я сделал курс, который можно посмотреть, где подробно мы с вами разъяснили. Далее вспомнили функции старые и познакомились с некоторыми функциями NumPy. Нарисовали первые графики, код я тоже весь дал. То есть мы должны вникнуть в NumPy, то есть в Matplotlib. Данная библиотека очень мощная, она имеет, значит, следующую хорошую философию, то есть при помощи этого модуля, который мы начали рассматривать, Pyplot, то есть простые вещи должны делаться просто. И я думаю, что мы будем изучать и более низкий уровень, то есть довольно сложные вещи. Ну а зачем мы с нее начали, я уже объяснил, потому что мы будем рассматривать библиотеки машинного обучения SkiKit Learn, которые будут делать сайты умными, пандас и другие вещи, и отображать все, что мы там делаем. Ну и, конечно же, уже даже при установке работы мы нарисовали первый график в Django, то есть и здесь будем следовать нашему примеру. Не просто работать с Matplotlib в программе по HR, и графики видеть на компьютере, но также выводить код в Django, чтобы приобретать этот опыт, так как я повторяю, что Matplotlib работает со всеми средствами и веб, и графическими программами, но мы будем делать в основном, наверное, на веб. Что бы еще хотелось сказать. Библиотека довольно простая. Важно, что мы и делаем, и добиваемся это понять. Просто как только понятно, дальше просто начинаем пользоваться, понять принцип. Также я рассказал еще о семи библиотеках. Сама Matplotlib, она, значит, послужила основой для написания другими людьми еще многих библиотек, которые дополняют ее возможности. Поэтому, ну, на самой Matplotlib можно написать все что угодно, но поняв ее, остальные все библиотеки, которые сегодня есть, которые что-то дополняют, мы будем использовать потом без проблем. Я думаю, с визуализацией у вас будет все просто. Библиотека Matplotlib очень мощная. Начало она берет... С языка программирования Matplotlib. В основе ее лежит модуль Антиграйн геометрии. Это очень мощные вещи. Но, как пишут создатели, что Matplotlib ограничивал с выходом языка Python общего назначения. Появилась возможность использовать очень широко данную библиотеку. Допустим, она поддерживает back-ended, то есть по умолчанию используется в веб, используется в любых графических, даже если взять, для начала посмотреть форматы, она работает с векторной, ростовой графикой, PDF, PNG, PS, SVG. Но это далеко не полный перечень, то есть по сути дела на все случаи жизни. Повторяю, библиотека стоит нашего внимания, так как в ней заложено два уровня по минимуму. Сайт Matplotlib, Matplot, математический плот изображения. Значит, два уровня. Это Pyplot, то есть модули, модуль Pyplot, который делает легким отображение, оно включает в себя и низкий уровень, который делает вещи, можно сделать любые вещи сложные. Это возможно и это понятно, что очень для нас важно. Ну что ж, приходите в школу spb-tu.ru и занимайтесь. Это очень важно, так как мы изучаем совершенно разные направления в школе. Django, Python, библиотеки машинного обучения, по сути дела, помощь, переписка в группе. В последнее время появилась тенденция, что ребята начали приглашать тот друга, у кого есть проекты для осуществления, то есть, по сути дела, со школой можно развиваться. В принципе, наверное, что хотел сказать, то сказал. Успехов, спасибо за доверие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!